Преодолели стальной рубеж. В горнолыжном центре на озере Банное прошли всероссийские соревнования по гонкам на собачьих упряжках. За главный приз, нарты и титул чемпиона Челябинской области боролись около 60 четвероногих спортсменов и хозяева из разных уголков страны. Кто оказался быстрее всех, знает Ольга Сухоплюева. День выдался знойным, из-за жары старты перенесли на более позднее время, пока столбик термометра не опустится ниже 20 градусов. Без задержки началось торжественное открытие соревнований. В назначенный час у главной сцены собрались спортсмены и любители вместе со своими питомцами. Равнение на флаг звучит гимн Российской Федерации. Не участники гонок, но тоже главные герои праздника. На сцене парад пород во всей красе четвероногие модели собаки разных мастей. Швейцарская, австралийская, английская овчарки. И несмотря на свой маленький рост, паприка дама со жгучим характером. Это обель, шкорки, пемброк. Самая маленькая овчарка в мире. Это английская порода, это английская пастушечная собака. Действительно говорят, что в маленькой собачке вот такая большая овчарка. У них очень сильный характер, очень смелые собаки. В то же время очень добродушные, они очень любят детей, они очень общительные. Не только красивые, но и сильные телохранители. Немецкие овчарки задерживают преступника. Для зрителей дрессировщики устроили показательные выступления. Перед тем, как выйти на старт, участники регистрируются. Четвероногие спортсмены проходят осмотр ветеринара. Врач проверяет собаку на клещей. Самое главное, чтобы собак температуры не было, обращая внимание. И естественно, чтобы обязательно был паспорт и все необходимые прививки. И деграматизация. Лишь после того, как жара спала, участники были готовы к гонкам. Всего четыре дисциплины. Самые малочисленные карты. Здесь, в отличие от зимнего вида спорта, в собачьей упряжку запрещена четырехколесная техника. Самая массовая дисциплина – байкджоринг. В ней четвероногий спортсмен привязан к рулю велосипеда. В упряжке может быть собака любой породы. Допускаются все собаки без исключения. То есть, есть специализированные ездовые метисы, есть традиционные сибирские хаски, маламуты, самоеды. Также гоняются на доберманах, ну и бигли. Все борются за нарты и за титул чемпиона Челябинской области. За главный титул борется и Жульен для бигля. Его владельцы – это первые соревнования. Вот-вот они вступят в гонку. А пока внимание любознательного пса привлекает окружающий мир. Бигль, конечно, это не ездовая собака. У него нюх очень сильный. Ему мешают посторонние запахи. Он может бежать по трассе, и его какой-нибудь запах со стороны почувствует. Он может, ну, опять же, команды. За положительное подкрепление, за печеньки, за колбасу, он команды выполняет. Дружным командам предстоит колесить по пересеченной местности всего 3 километра. Первая часть трассы достаточно сложная за счет именно поворотов. То, что я говорила сейчас, несколько поворотов по 90 градусов, плюс небольшие трамплинчики, то есть, ну, там есть свои сложности, плюс вода. То есть, любая колесная техника, которая заезжает в воду, это сложно. Чтобы избежать несчастных случаев и облегчить участникам прохождения дистанции, на пути расставлены специальные знаки. Яркой елочкой обозначен самый опасный участок трассы. Крутой поворот огорожен матами и сеткой. Одни спешат к финишу, другие наслаждаются пейзажем. В числе спортсменов не только любители, но и опытные участники из Челябинской, Самарско-Свердловской, Волгоградской областей, а также Республики Башкортостан. Нет, нормально, трасса хорошая, несложная. Ну, как-то собачка не пошла. Крутые повороты, кочки, водная преграда. В результате стальной рубеж покорился тюменцу Михаилу Фатееву в дисциплине карт. В байк-джоринге быстрее стальных стали Екатеринбуржцы. Дмитрий Шевченко среди мужчин и Ольга Птицына у женщин. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, информационная служба, Медиагруппа «Знак».